Это снимание вот этих блокировок, принятия, согласия. Второй момент, эмоциональный фон, исцеление эмоций, эмоционального состояния. Ты переходишь из состояния страха, напряженности, состояния покоя и радости. Потому что то, что видишь, это важно для тебя. Это факт, это реальность. Аминь. И это успокаивает тебя. Ты видишь, что Бог проявляется, это начинает успокаивать тебя. И третий фактор, это физическое изменение твоего тела. Оно начинается с твоего ДНК, исцеления генов, исправления поврежденных геном, изменения построения хромосомов, которые начинают формировать твое тело в правильном гармоничном устройстве. Это программа, которая существует в наших тел еще с Адама. Это программа полностью правильного построения каждой клетки на своем месте. По определенным вещам, действиям, программам, силам, эти клетки изменились. Но Божье присутствие, Божья сила, Божья энергия действия, она возвращает твои клетки, согласно этой программе, опять правильное устройство. Аминь. И кто-то еще не чувствует уже по факту проявления своего тела, потому что иногда изменения происходят на уровне ДНК. ДНК. И когда ДНК начинает выравниваться, восстанавливаться, то все тело, согласно этой программе, начинает восстанавливаться. Это может произойти не за одну секунду, но в каким-то определенном интервалу времени. Это Божье, Божественное исцеление. Аминь. Однажды Иисус сказал десятипрокаженным, идите, вы очищены. Но по факту они еще не были очищены. Они смотрели на свои руки, говорили, так мы еще проблема, еще болеет. Он говорит, идите, священнику, с вами уже все нормально. У Иисуса было глубокое убеждение факта. Реальности Бога, реальности старства, реальности принятого решения, которое Он воспроизвел для них. И мы будем говорить сейчас важные вещи, что когда время твоего исцеления, назначаешь ты. Почему? Потому что на самом деле ты уже исцелен ранами Иисуса Христа. Твой выбор, твое принятое решение двигаться, взять, востребовать силу и использовать, именно будет решающим моментом. И поскольку люди того времени не были обучены этому, Иисус был, по-моему, рода первым, который принес этот опыт, свидетельство, как двигаться в Царском Божьем. Аминь. И Он действовал на земле не как Бог, а как человек, который соединен был с Богом внутри. человек, наполненный Богом, для того, чтобы такая же модель действия была применима и для нас. Поэтому в Евангелии 14, в Евангелии 14, 12, Он и сказал от Иоанна, Евангелие от Иоанна 14, 12, то, что делаю я, будете делать вы. Кто? Истинно говорю, верующий в меня будет делать те же самые дела. Верующий в Него означает доверяющему, следующий тем же путем, следующий в таком же опыту, не просто признающий его факт, а еще использующий ту же модель действия. Вот что означает верить в меня. Иисус говорит, если вы пребудете в моих словах, в моих действиях, это пребывать в мыслях, это смотреть глазами Иисуса, научить иметь навык смотреть на этот мир глазами Царства Божьего. Аминь. Почему? Потому что Царство Божье пришло в нашу жизнь проявляться. Это был план Бога, чтобы мы жили здесь на земле, как на небе. Аминь. И поэтому, друзья, желание Бога, чтобы мы вошли в ту же модель, в которой Бог явил себя в человеческом теле под именем Иисус Христос. Чтобы такой же опыт соединения с Богом, наполнения и практика взаимодействия был доступен, прост и возможен для всех нас. По сути, Бог клонировал Иисуса Христа во всех нас. И все принявшие Христа дали четко его отображение. «Уже». Не будет, а уже. И поэтому Писание говорит нам о том, чтобы наш ум был синхронизирован, соображен согласно этому факту. Как и сказал Павел в Ефесянам 4 главе 22 по 24 стих, что истина в Иисусе, мы научились в Нем. Мы в Нем научились, потому что истина только в Нем. В Нем научились, означает, следовать тому же опыту жизни. Действия, практики. Так как истина в Нем. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, что мышление ветхого человека, мышление грешника, мышление ограниченного, мышление проклятого, мышление больного, мышление раба, раба, мышление раба, стихий, обстоятельств. И обновиться духом ума, это перезагрузка мышления. И облечься в нового человека. Облечься, это как будто ты одеваешь на себя новую кожу, новый костюм, облечься в Него. Кого? В Иисуса. Ходить в Нем, жить в Нем, действовать в Нем. Не просто для Него, а в Нем. Аминь. Это все реально для нас. Это реально для всех вас. И это будет сопровождать вас. Если вы согласитесь с этим, и вы формируете определенную концентрацию на эту истину, концентрация, потому что вера, друзья, это концентрация внимания, тогда вы начнете видеть это в своей жизни. Аминь. А если вы начнете побеждать болезни других людей, вы сто процентов начнете побеждать и в своей жизни. В своем теле. Потому что это такой же костюм, как и все остальные. Но дело не только в исцелении физическом. Самое важное исцеление – это интеллектуальное. Вот что важно. Дух Божий уже живет внутри нас. Мы приняли Христа. Все. Это произошло даже без нашего состояния ума, без нашего трудов, осмыслений. Мы просто сказали, Иисус, вводи в мою жизнь. Все. Ты над этим не работал, не думал, не отмысливал. И я откажусь, до сих пор ты это еще не понимаешь. Как и я, впрочем. Мы все лишь одноем по времени. И то, что Христос поселился в нас и стал жить в нас, и с того, когда Он пришел, Он пришел полностью с вип-пакетом. Вы поняли? Вип-пакет. Вип. Не эконом. Не бюджет. Пакет. А вип. Со всеми. Со всеми возможностями царства. Поэтому Писание говорит, мы сто наследники Христу, сто наследники, имеющие равную долю, равное наследство. И это произошло в один миг. А в дальнейшем мы теперь открываем ту возможность, которую мы уже обладаем в нем. И наш путь, духовный род, заключается не в том, что наш дух растет, а в том, что мы меняем свой ум. В этом наш труд. И мы преображаемся от славы и славы, от веры к веры. Аминь. Через опыт, через молитву, через изучение слова, через опыт других товарищей, которые уже что-то узнали и постигли. И благодаря этому наше осознание новой реальности увеличивается. А глубоким осознанием меняется и реальность нашей жизни. Аллилуйя. Я думаю, я его тут уже вдохновил. Достаточно. Ну, все по домам. Достаточно. Хорошо, друзья. Слава Гопина. Когда мы начнем семинар. Уже полдня прошло. Это такая подготовка была. Хорошо, друзья. План наш семинар будет такой. Мы уже говорили. Мы не говорим о помазаниях. Мы не говорим о дарах. Потому что у нас есть один дар. Это Христос. Это Дух Святой. Все писание, все послание Слова Божьего обращено на веру. Слово послано и записано имеет цель создать нас веру. Формировать нашу веру. И мы должны иметь глубокое понимание, что такое вера. и как ее использовать. В соединении с Богом связи с его невидимым царством. Аминь. Хорошо. Поэтому мы должны понять, что такое вообще вера. еврей. В Евреям 11 главе в первом стихе написано, вера же есть от осуществления ожидаемость и уверенность невидимую. Внимательно, друзья. Вера же есть. Там не написано, вера же, вера Божья же есть. Вообще, само определение веры, само позиция веры. Что такое вера? это глубокое убеждение существующего факта, который, возможно, невидим. Аминь. Уверен над невидимым. То есть мы верим, что есть, существуют вещи, которые мы не видим, но они реально существуют так же, как видимые вещи. И именно вера это не предположение, это не надежда, это глубокое убеждение существующего факта, явления. Вы можете записать такую фразу. Вера это знание. Знание о существующем явлениях. Видимых и невидимых. Это знание о существующем явлении. Видимых и невидимых. Процессах, происходящих во Вселенной. Как видимых, так и невидимых. Это знание формирует внутри нас убеждение, логику, логику мышления. Так называемый алгоритм мысли, алгоритм мышления, направленных на проявление, на поступки. И поэтому написано, вера же есть, уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. То есть вера это не просто мысли человека, это поступки. Потому что любые мысли человека, они превращаются в действие. Существует сегодня проблема в жизни многих верующих людей. Потому что их вера ограничена просто мыслями. но не воплощенных в действие. И это, друзья, не является верой Божьей. Вера это уверенность в невидимом. Скажу вам так, если у тебя нет уверенности, тогда ты не сможешь осуществить ожидаемого. Мы можем делать только то, во что мы уверены. В нашей жизни существует очень много вещей, которые мы не видим, но мы настолько признали их существование, что наши поступки и действия, они отображают реальность нашей веры в том, что это невидимо, но это есть. Аминь. Много вещей. И мы живем этим и пользуемся по в нефтенене на жизни. Аминь. Много вещей, к которым мы настолько привыкли, что они работают, просто работают, даже без всякого исследования, как они работают. Мы просто поверили, что это есть, и начали это использовать. И как только мы начали это использовать, мы начали видеть, что результат этого действия. Также, друзья, в отношении веры Божьей. Некоторые люди путают веру с предположением. Многие люди предполагают, что это такт, но без проявления. Скажу вам, что мы уже будем дальше говорить о четырех чувств, через которые мы входим в реальность, сверхъестественную реальность старства мужа. Это четыре чувства. Я буду говорить и там попозже. Но скажу так вам, что без признания существования невидимого ты не сможешь это сделать. Поэтому много вещей, много позиций, энергии мы тратим на том, чтобы формировать убеждение, что это факт. Но убеждение проявляется именно тогда, когда ты не просто об этом думаешь, а когда ты видишь это проявление. Марка 16 главе 17 стихе Иисус сказал, знамения будут сопровождать. Знамения. И слово знамение означает доказательство, свидетельство, знак. Знак все, что есть, все, что ты слышишь, все, о чем ты принял веру, это все реальность. Когда эта реальность становится для тебя реальность, когда ты можешь это пощупать. Аминь. Мы будем говорить проще. Я вам так скажу. Вот вы видите перед собой стакан и вы даете характеристику, что он видимый, правильно? Он существует, потому что вы это видите, но это еще не факт, что он существует. Есть в мире много явлений, как голограмма, мираж. Мы видим, думаем, что он нереальный, на самом деле это нереально. Это эффект преломления луча. Но когда для нас это становится реальностью? Когда мы это пощупаем. Вот также в отношении истины Божьей, в отношении Христа, в отношении Царства Божьего, которое внутри нас. Иисус сказал, знамения будут сопровождать дать. То что вы услышите станет реальностью для вас тогда, когда вы увидите это в действии. Аминь. В действии. И многие верующие говорят правильные фразы, красивые фразы. Но на самом деле они не убеждены в этом. Я скажу такую маленькую историю. Однажды, вы знаете, я получал от Бога различные такие стимулы двигаться дальше, не останавливаться на одном уровне моего мышления. И он стимулирует меня и продолжает стимулировать различными свидетельствами, знаками обстоятельства из внешней среды, не только из Библии. Однажды я, вы помните вот эту передачу «Скажи правду», когда людей садили на этот детектор уже, в общем, какая-то тупая передача, скажу вам, и грязная. Я ее не смотрю, но вдруг случайно так получилось, что кто-то из моих родных смотрел телевизор, и я вдруг увидел, и думаю, что они там делают. И попал на момент, когда на этом детекторе уже села верующая женщина. И задали, она говорит, я верующая, я все так, зачем она пришла, я не понимаю. Ну, хотела заработать денег, я так понял. И ей первый вопрос задали, вы верите в Бога? И она сказала, да, конечно. А машина говорит, нет. Нет. Она говорит, что это такое? Вы тут, чем вы занимаетесь? Типа, это специально, вы против Христа. Она говорит, да нет, мы не занимаемся, это же машина. Она отмеряет давление, пульс, и она определяет то, во что человек верит действительно, а то, что человек не верит. Вы знаете, мы можем придумать для себя какую-то реальность, хоть что угодно. Ты можешь назвать себя Наполеоном, например, Бонапартом. Понимаете? Здравствуйте, я Наполеон. И люди говорят, да, точно, да, да, я уверен, я реинкарнировался, и так далее. Но вопрос, для тебя реальность действительно это так, ты глубоко убежден. И на самом деле, именно глубокие чувства покажут, что нет. Скажу вам, друзья, что наши жизни моделируют не наше первичное мышление сознания, а наше подсознание. То, что отложено в глубине нашего мышления, в глубине нашей памяти, это именно то, что моделирует нашу жизнь, это именно то, во что мы убеждены. Сам факт принятия информации в голову человека происходит через 5 стадий. В нашем мозге происходит 5 своего рода фильтров. Мы не будем вдаваться особенно в биологию, но есть существует 5 фильтров нашего мышления, нашего сознания. И информация, которая приходит внутри нас, она проходит через эти 5 фильтров. И каждый раз ты оценешь, насколько это важно для тебя, насколько это правда для тебя, насколько это реально. И не вся информация проходит все 5 фильтров. Много отсеивается, но попадает именно то, во что мы действительно убеждены. Вот именно то, во что мы убеждены, откладывается в нас и моделирует нашу жизнь. Я приду пример. Поднимите руку, кто верит, что ранами суток рита он исцелен. Ну, большинство. А поднимите руку, кто испытывает симптомы болезни. Опа, все раз. Да ладно, мы же не на экзамене. Я вам просто объясню один важную вещь. Действительно, многие из вас испытывают трудности в теле, заболевания. И почему так происходит? Дело в том, что информация о том, что ранами суток рита он исцелен, еще не прошла глубину осознания. Вы понимаете? Потому что над любой информацией нужно трудиться. Вот я еще один такой вопрос задам. Кто верит, что в нем живет Дух Святой? Это Дух Святой, друзья. Это тот, который в начале бытия и Дух Божий носился над бедную и начал творить, моделировать Вселенную, звезды, планеты, галактики. Это тот же Дух Святой, который сходил на скинь, люди падали. Это тот же Дух Святой, который воскрешал у мертвых. Аминь. И он теперь вас. Кто в это верит? Супер. Благодарю Богу. Вы на правильном пути. На самом деле вы правильно думаете, мыслите. Это хорошо. А теперь я задаю вопрос у вас. Поднимите руку, кто из вас в прошлом году воскресил 10 человек из мертвых? Хотя бы. Ну ладно, один. Хорошо, упростим задачу. Кто из вас принес освобождение 10-ры слепым? Упростим задачу одному слепому. Во. Начал поднимать руки. Супер. А кто вообще в прошлом году 100 человек исцелил? 100. Ну понятно. В практике. 10. 1. О, чуть больше подняло. Аллилуйя. Это прорезь. Но на самом деле, друзья, я это говорю не для осуждения кого-либо, а для того, чтобы вы грамотно проанализировали свою веру. Понимаете, это очень важная вещь. Когда я увидел эту передачу, ну вот эту историю, и женщина начала возмущаться, они говорят, да не проблема, давай еще раз просим. Она, хорошо. Вы подумайте, вы осмыслите, и потом ответите. Она говорит, хорошо. И задавляет, вы верите Богу? И она 10 минут или 5 минут в голове прокручивала, места из Библии, я так понял. Ну, я думаю, я сразу увидел, что это из протестантов, из харизматов, скорее всего. Ну, почему же она так... Ну, знаете, как бы видно людей, когда уже много общающих о разных церковных сферах. И она так... И говорит, да, я верю. Ждем машину, машина... Нет! И я думаю, ой, это какое-то гонение, это какой-то заговор против верующих. И, в общем, она вскочила, убежала, говорит, вы все обманщики и так далее. А я подумал, да нет, никто ничего не обманул. И я подумал, а если бы я сидел, и меня бы задали этот вопрос. Насколько я убежден в том, во что я говорю, думаю и верю? Я думаю, что я верю. И вы знаете, я по-честному посмотрел на свою жизнь, потому что вера определяется не твоими словами, а твоими поступками, действиями. И вот если, друзья, мы действительно реально верим, не просто предполагаем, а верим, что у нас живет безмерное величие Бога, то это должно быть выражено в действиях и поступках. Аминь. Каких поступков? То, что делал Иисус. Он сказал, то, что делал я, будете делать и вы. А если мы не делаем того, что делает Иисус, это говорит о том, что мы на самом деле еще не осознали этот факт. То есть наша вера, на самом деле это предположение. Наш ум еще не обновился. По факту, Слово Божьего, мы все рождены, мы дети Бога, мы рождены с высшим. Это ада и аминь. Но настолько наш ум сообразован с этим фактом, показывает наше жизнь и наши поступки, и наши действия. Значение Бога, цель присутствия, цель того факта, что Дух Святой пришел к нам, для того, чтобы мы получили силу. Так в Деяниях 1.8 написано. Вы примите силу. Иисус сказал ученикам, ничего не делайте. Он достаточно их учил уже. Он уже много чего рассказывал. Но Он сказал, у вас ничего не получится без Него. Когда Он придет к вам, вы обретете способность. Вы примите силу. Зачем сила? Переворачивать траницы Библии? О, там, Дух Святой, помогай мне. Перевернуть траницу Библии. Нет, друзья. Дух Святой пришел в нашу жизнь, чтобы действовать через нас. Даже как Он действовал через Иисуса, Он ожидает, хочет, желает, трениться, действовать и через нас. А это значит воскрешать мертвых, исцелять больных, освобождать людей из демонического угнетения. Аминь. Производить различные рода чудеса. Надставлять людей в истине, получать сверхъестественную мудрость, как это делать. Получать злово знания, пророчество. Аминь. Пророчество делится на две категории. Два вида пророчества. Первое, это пророческое формирование. И второй факт, это прозорливость. Смотрите, и разница между ними есть. Потому что пророческое формирование, это утверждение слова Бога и воли Бога в жизни человека. Матфея 18, 18. Матфея 16, 19. Что ты свяжешь на земле? Какое определение ты будешь давать? Аминь. Все во власти языка жительит мир. Бог дал нам слово, чтобы мы утверждали. Говорили свою жизнь, жизнь других людей. Это пророчество, которое начнет сбываться. По сути, мы являемся своего рода архитекторами. То есть, можно сказать, архитектор Бог, а мы являемся прорабами. Вы поняли? Прораб. Прорабу дают макет, чертеж. Это строение, которое создал архитектор, а именно прораб осуществляет это уже в действии. И мы посредством слова начинаем моделировать наше жизнь согласно Божьего Слова, которое Бог создал для нас. Аминь. И это важно. Это называется пророческое формирование. Это тоже пророчество. И есть прозорливость. А пророческое формирование – это способность видеть духовный мир вне времени и пространства. На самом деле, друзья, скажу вам, что в духовном мире нету времени и нету пространства. Потому что время – это отсчет относительно чего-то. От чего отчитывается время нашей земли? От времени ее создания. Аминь. Мы празднуем до Христа, после Христа. Иудеи празднуют от создания мира. Там 5700-700 какой-то там год. Понимаете? От чего-то. От чего начало существовать? От чего времени работает? Благодаря Солнцу и Луне. Мы отсчитываем дневной день и ночной день. И мы определили это по определенным участкам. А вы представьте себе, что нету Солнца и Луны. Тогда чего ты будешь отсчитывать? Как ты можешь посчитать день, ночь, если нету, если постоянно светло? И нету светила, а все время светло. Как ты можешь определить пространство, если оно определяется относительно чего-то? Если ты в космосе, относительно чего? Вот так же в духовном мире. Там нету времени, нету пространства, нету границ. И все события, которые для нас должны произойти, там уже существующий факт. Все события уже являются в одной точке. В Бытие 2 главе написано, что Бог успокоился уже от своих дел. Он вошел в седьмой день. То есть уже все события, которые мы ожидаем в своей жизни, уже с произошедшим фактом. И в том числе твое исцеление, буквально. Еще до того, как ты заболел, Бог уже приготовил для тебя ресурс выздоровления. Еще до того, как пришла проблема в твою жизнь, Бог уже сотворил решение выхода из этой ситуации. И оно существует. Поэтому, друзья, божественное исцеление – это не воспроизводение чего-либо нового. Это проявление существующего факта. Какого? Ранами Иисуса Христа ты исцелен. Аминь. И это есть основание быть уверенным, что когда ты возлагаешь руки на людей, то ты своего рода в это время, в этой точке пространства, ты активируешь существующую программу, которую Бог совершил для всех людей. И исцелен. Аминь. Это колоссально все меняет, потому что твой ум начинает быть глубоко сосредоточенным на реальности существования результата. Аминь. В этом есть суть веры и механизм веры. Мы говорим, что вера – это знание. 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 Как написано, вера от слышания. Римлян на 10-й веке. Вера от слышания, от слышания от слова Божьего. И если бы не было послано слово, тогда бы у нас не было бы веры. Тогда бы что у нас было? Это просто человеческое воображение, предположение. Существование миллионов мнений, которые сегодня тоже, к сожалению, существуют. Но благодаря слову Божьему записанному мы имеем инструкцию одной мысли, одного действия, одной выраженного действия, мышления, благодаря которому наши мысли должны синхронизироваться. Аминь. Уверенность в невидимом приводит тебя к осуществлению ожидаемого. Очень важно, чтобы твоя уверенность в невидимом была безупречным. В Яково 1 главе, 7-8 тихе, написано, что человек двоящимся мышлением, двоящимся мыслями, не тверд в твоих путях, да не увидит человек что-либо от Бога. Написано в 5-м, 6-м, 7-м, 8-м тихе, если вы просите что-то у Бога, слово прошение не означает слово дай мне. Это означает взять, контакт, соединение, связь. И эта связь с Богом должна быть безупречной, потому что написано, что сомнение, колебания, это состояние, колебающегося ума. И оно похоже на волну морскую, которая идет, движимая ветром, движимая силой движения. Есть энергия мысли, которая нас ведет к результату. И вдруг она останавливается и возвращается обратно к исходной точке. Я верю и не верю. Будет, не будет. Это так или не так. И Яков, а он является прямым учеником Иисуса, он свидетельствует. А это то, что учил Иисус. Мы знаем, что Иисус учил о вере. И именно многие проигрыши произошли из-за неверия. Из-за неверия его учеников. И Иисус учил их о вере. И он сказал, что если вы будете иметь веру хотя бы горчичное зерно, ничего невозможного для вас не будет. Аминь. И Яков утвердил и сказал, что человек, у которого две мысли одновременно, двоящиеся мышления, они не войдут в результат. Я хочу немножко рассказать поподробнее. То, что мне показал Бог. Духовный мир, он реален. Он существует. И он существует как параллельное измерение нашей жизни. То есть мы его не видим. Почему мы его не видим? Потому что наши глаза способны улавливать только определенную скорость движения частиц. В духовном мире скорость движения материи намного преувеличена и больше, чем способность наших глаз видеть. Вот я приду пример. Вот видите палец мой? Видите, да? Сейчас видите? Пока он еще в скорости доступный для глаз, вы его видите. И если я скорость увеличу, и вот так, и еще быстрее, вы его перестанете видеть. И для вас он перестанет существовать. Но связь между реальностью существования пальца будет происходить не через визуальный контакт, а через интеллектуальный контакт. Знание, что он существует. И именно благодаря этому интеллектуальному контакту понимания, что он существует, образуется связь уверенности, что он существует. И я говорю тебе, схвати мой палец. Он вот так вот. И я прошу людей, схватите мой палец. И некоторые говорят, так его же нету. А некоторые говорят, да, он есть. И вот среди этих людей определятся верующие только те, которые схватят. Кто будет это делать? Те, кто уверены, что он существует. Благодаря чему? Знанию. Я говорю, он есть. И если бы мне можно было верить, что я говорю правду, тогда бы люди, которые поверили, они увидели, что это реальность. Аминь. Богу можно верить? Библии можно верить? Это факт? Это факт. И если мы признаем это факт, и настолько буквально согласимся, что это факт, что в нашем согласии это должно быть безупречно, никакого колебания, тогда мы начнем это делать. Аминь. Как это происходит? Вот я делаю так. Что надо делать, чтобы этот палец увидеть? Все правильно? Развить такую же скорость головы. И как только ваша скорость синхронизируется с пальцем, для вас он будет в одной точке. А это значит видимым, ожидаемым и осуществимым. Аминь. Слово Божье, которое говорит о существовании невидимых вещей, и они невидимые, но они существуют так же, как видимые, говорит о том, что есть намного больше скорость, чем улавливает глаз. И для того, чтобы нам увидеть невидимое, наши мысли, потому что на самом деле наши глаза, это всего лишь, как бы сказать, устройство, которое принимает информацию и передает сигнал мозг о том, что видимо и невидимо. Именно в нашем мышлении мы принимаем, реально это или нереально. И если наши мысли, а наши мысли подключены к глазам, то есть, другими словами, наши мысли имеют ту же самую скорость, которая имеет скорость воспроизводства наших глаз. А Слово Божье, духовный мир, работает в таких скоростях. Для того, чтобы войти в такие скоростя, наш ум должен зайти с такой же скоростью. Но если наш ум будет привязан к нашим глазам, он такую скорость никогда не разовьет. Он будет только в одном определенной скорости. Тогда ты не будешь видим, оседать и убежден, что существует невидимый мир. И тогда ты не будешь никогда двигаться в этой сфере. Ты будешь двигаться только в той сфере, которая для тебя понятна, для которой для тебя существует и реальна. Сарство Божье приблизилось к нам, и оно реально так же, как и видимый мир. И возможности Сарства Божьего намного преувеличены и намного больше, чем возможности этого мира. Аминь. Благодаря этому мы и спасаемся, друзья. Благодаря сверхъестественному Богу, который приблизил твое сверхъестественное Сарство. Бог ожидает, желает и хочет, чтобы мы начали двигаться сверхъестественно. Аминь. Потому что мы уже сверхъестественные. Благодаря сверхъестественному Христу внутри нас. И Бог вошедший нас, ожидает, что мы так же там и будем думать, мыслить и поступать, как Он. А это означает, наш ум должен развить такую же скорость. Как это происходит? Под третством принятия информации, мы говорим, вера – это знание, принятие информации, размышление над ней, признание ее и практика действий. Вот простой пример. Мы говорим, что Дух Святой живет внутри нас. Бог живет внутри нас. Бог живет внутри нас. Как ты это узнаешь? Скажу вам, что твое посещение собраний не свидетельствует о том, что Бог живет тебе. То, что ты читаешь Библию, не свидетельствует, что Бог тебе. То, что ты поешь песни, молишься, что-либо делаешь, это не свидетельство. Свидетельство – реальность, то, как перечислено Марка 16, 17, 18. Одно из которых – исцеление людей. Потому что сам Бог, сам Иисус, свидетельствуя о Старстве Божьем и свидетельствуя об Отце в Нем, свидетельствуя в делах, исцеляя всех. И именно проявление Бога было свидетельством в делах, свидетельствует о том, что в Нем живет Бог. Аминь. В Евангелии Атеана 14 главе Иисусу дал, Филипп, вопрос, покажи нам Отца. Он сказал, разве ты не видел, я столько времени с вами, разве ты не видел, что Он во мне? И это обнаруживаемо. Истинно, не просто из-за слов, а из-за дел. Аминь. Однажды люди сказали, что истинно, с Ним Бог. Не мог человек делать такие дела, если бы не с Ним не было Бога. Аминь. И теперь это позиции, которые обладаем мы. И для того, чтобы твое глубокое сознание, твоя вера вышла из предположения, в глубокое убеждение, ты, значит, должен совершать действия, поступки. Аминь. Какие? Такие, как Бог говорит тебе делать. И это приведет тебя к глубокому переосмыслению себя, твоей личности во Христе, что приведет к изменению твоей судьбы. Аминь. Матфея, 17 главе, 20 тихе, Иисус сказал, если вы будете иметь убеждение, я своими словами, убеждение, в чем? Горчичное зерно веры заключается в том, что ты полностью, безоговорочно признаешь факт существования Христа в тебе. Христа в тебе и действия. Это воля Бога. Никаких границ не будет. Все возможно будет. Аминь. Марк, 11, 23. Иисус сказал, как работает вера. Если ты скажешь горе сей и не усомнишься в сердце своем, но поверишь словам, которые ты говоришь, и здесь очень интересный момент, друзья, это очень связано именно с Иаковом, о колебающемся уме. Наша задача формировать одну единственную глубокую убедительную мысль, однополярное мышление внутреннего безоговорочного согласия с истиной. Это возможно только в том случае, когда ты принес решение быть покорен Богом. Досвидетельствую о своем опыте. Я слышал учения, читал Библию о том, что Христос живет во мне, о том, что я новый человек во Христе, о том, что природа Бога во мне. Но это были для меня просто слова. красивые, хорошие, ожидаемые. Но вопрос, насколько я был убежден в том, что это истина и реальность. Не был убежден. Хотя я, как же, как многие из вас, говорю, да, я в это верю, это правда. Но когда я посмотрел эту передачу, я понял, что на самом деле мой стиль жизни свидетельствует о том, во что я верю и что не верю. и это меня стимулировало на действие. У меня появилось глубокое понимание желания и стремления увидеть эту истину. Иначе бы это было бы просто пустая трактная.